Всем привет и добро пожаловать на канал Ксения Тель-Авиви про жизнь в Израиле или Тель-Авив стиль жизни, потому что это видео будет сразу на моих двух каналах. Я рада наконец-то вам объявить, что 4 мая мы с вами идем на потрясающе интересную экскурсию, встречу. Да-да, это будет пятница, у нас еще есть три недели, чтобы к этому подготовиться у тех, у кого планы и так далее. Я думаю, что всем нам будет очень интересно, потому что обычные встречи, посидели в кафе, где-то пообщались. Я решила, что это больше неинтересно, это неактуально. Вы меня хорошо знаете, вы меня видели в интернете сто раз, это посмотрите на ютюбе. Так вот, я планирую сделать экскурсию по бульвару Ротшильд, от его начала до его конца, охватить весь бульвар. Там полно суперинтересных исторических зданий и давно пора нам всем уже узнать, что это не просто смотрите красивый дом, он был здесь, с основания Израиля, потому что это одна из первых улиц, которая образовалась в Тель-Авиве. И все, мы должны, я долго думала, в какой район пойти, какую экскурсию сделать, с чего начать. И я поняла, что нет ничего более актуального, чем пройти по бульвару Ротшильд, от и до послушать про всю историю построения этого бульвара, как, что было, что там за здания, как они строились, менялись. Скажите, давно пришло время. Мы с вами будем стартовать в 10 часов утра от перекрестка, мой любимый перекресток Контраста, перекресток улицы Герцель и Ротшильд. А мы встречаемся 4 мая в 10 часов утра, это пятница, да, и идем до театра Габима, слушая рассказ потрясающего гида, идем до, соответственно, театра Габима. На 3 часа планируется эта экскурсия, соответственно, 11-12 час. В час возле театра Габима вы все будете свободны. У вас будет много времени, чтобы вернуться, если кто-то из других городов сейчас темнеет, как вы знаете, поздно, потому что часы мы перевели. У вас будет время пойти, не знаю, дизингов в центр, шуфра, обувь купить, погулять, посидеть в кафе, опять же, да, на Габиме, погулять еще по городу, недалеко Сарона, пожалуйста, недалеко от Сарона, опять же, Озриэль, вы можете сесть на поезд, уехать в свой город или сесть на автобус, куда угодно, у вас будет много времени. На 3 часа запланировано это мероприятие. Цена этого мероприятия 50 шекелей, это за экскурсию, потому что мы пойдем с гидом. Планируется около 20 человек, потому что, ну, слишком много, опять же, мы не будем идти целым аулом. Заплатить можно двумя способами, либо банковский перевод, либо на PayPal, все ссылки будут внизу. И набор людей идет до недели, соответственно, до этого мероприятия. У нас есть две недели, чтобы собраться группой, чтобы ее сформировать и чтобы получить удовольствие вот такому потрясающему рассказу. Когда я делала такое видео на свой канал про жизнь в Израиле, многие сказали, надо продолжение, надо это. С удовольствием, да вы понимаете, что гид же стоит денег, я не могу каждый раз сама нанимать гида. Я решила, что вот такие вот туры всем будут очень интересны. Для начала, конечно же, это бульвар Ротшильд, который надо немножечко изучить, потому что я по нему хожу, как вы знаете, всю свою жизнь туда-сюда, туда-сюда. И очень мало информации знаю, кроме дома независимости, я не знаю ничего. Вот, поэтому я вся в предвкушении встретиться с вами. И, кстати, вы можете взять подругу, которая вообще не знает обо мне ничего, потому что это будет просто экскурсия интересная по городу. И потом, как я сказала, вы можете продолжить. Вы можете взять мужа, который тоже совершенно не интересуется вопросом меня. Мы с вами познакомимся и пойдем все дружно, и мужу тоже будет интересно. Поэтому я думаю, что это очень может быть для многих людей интересная программа, потому что для кого-то будет бонус знакомства со мной, для кого-то это вообще никак не будет связано со мной, если вы придете с подругой, скажем. И вы можете потом продолжить куда-то пойти гулять или как угодно остаться там на вечер, допустим, в городе, а потом все вместе уехать опять же к себе. В общем, вариантов море. И я решила, что вот как раз это время, когда еще не жарко, и время уже мы часы перевели, будет суперклассно. Я очень надеюсь вас увидеть, как вы делаете оплату. Все банально, просто либо на PayPal переводите мне деньги, пишите письмо, я перевел там, да, такое-то, такое-то имя, за столько-то людей имя, фамилия, чтобы я сдала. В случае, если мы это... Или также, кстати, то же самое, банковский перевод. Переводите деньги, пишите мне письмо на kseniatilv.gmail.com Я тебе с такого-то счета за таких-то двух людей имя, фамилия перевела деньги на это. Я вас заношу, соответственно, в список. Все получат, конечно же, свои кабалот. Это все делается официально. Если так выйдет, что мы не соберем нужное количество людей, я вам также все это назад переведу, как вы перевели мне. Уж поверьте мне, обворовать я никого не собираюсь. Вы все знаете, где меня найти. Я не думаю, что 50-100 шекелей это то, что я захочу кого-то украсть, для тех, кто подумал, что что-то нет. Все будет и через налоги проведено, все получат кабалот, все будет официально оформлено. Не переживать, я вообще организатор мероприятий. Если кто-то не знает, это как бы, да. Моя работа, но я организатор спортивных мероприятий, поэтому здесь это совсем мне незнакомая сфера. Но я очень надеюсь, что у нас получится делать несколько раз в год такие мероприятия, потому что и мне самой очень хочется ходить на такие пешие экскурсии по городу. Но я одна не могу, это стоит дорого. Поэтому давайте соберемся и все дружно любители города. Кстати, гид, которого я нашла, он любит город еще больше, чем я. Я думала, это невозможно, но нет, есть такие люди. И я очень надеюсь, что у нас реально это выйдет, потому что очень хочется изучать город человеком, который знает историю и хочет ее рассказать. Реально. И я думаю, что есть еще такие же люди, как я, которые захотят присоединиться, поэтому все данные будут внизу. Я очень надеюсь, что вы будете, я очень надеюсь с вами увидеться, потому что я знаю, что у меня есть очень много зрителей, которые со мной по пять лет. Но я вас не знаю, и это безумно обидно, что я вас не знаю, я хочу вас тоже увидеть. Вот такая вот история. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, опять же, увидится. И все. Вся информация будет написана внизу. А, да, кстати, я еще сделаю мероприятие на Фейсбуке. Вы сможете зайти там, посмотреть, может быть, какие-то данные. Время, если кто-то что-то забыл. И тоже ссылочка будет внизу. Поэтому все. Всем пока. И это мой любимый перекресток контрастов, потому что здесь из старых зданий, которые часть отреставрированы, и часть еще нет, как вот эта, но она тоже заходит на реставрацию. И он уже не будет такой контрастный, как раньше. Здесь типичная тель-авивская наша архитектура. И прямо отсюда растут высотные здания нового, современного Тель-Авива, которые очень потрясающие и красивые. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok